Городев, сегодня у нас есть вопросы. Дамодар Прабу, он хотел спросить что-то и рассказать что-то, и Рада Говинда Прабу тоже хотел спросить что-то. Дамодар Прабу его, по-моему, нет пока, да? Да, давайте я могу начать. Задать вопросы. Can we ask questions, Городев? Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте только кусочками, чтобы я переводила. Да, да, да. Я хочу вот 86 стих Вилапа Кусуманджали, да, с комментариями Ананта Дасбабаджи книга. И вот я начал, кусочек, который мне непонятен, или я хотел бы, чтобы Махараша дал на него комментарий. Но тогда вам нужно будет прочитать, то есть он вас по-любому попросит полностью прочитать. Да, да, я читаю, я читаю. 86 стих, да, Вилапа Кусуманджали. Городев, he wants to ask, his question is about 86 verse of Shri Vila Peku Sumandjali. He doesn't understand some points in this verse. Maybe we can read this verse and you can help us to... Sure, sure, Вилапа. Okay. And what he knows? Рады, рады. And you will read that and I will see that. Рады? Продолжаем, да, читать? Ну, подождите, я просто... Ага, да-да, сначала, да? Да. Угу. Мана Витхаих Притхула, как у Бхара и Рахяхаих, Сам Прархита Приятая, Тава Матхе Венатлан. Мана Пханги Витхаю, садаю джаноями. Это молитва о Рагунатхе. This is prayer of Rагунатха. Translation. О Садай. Он обращается в этой, да, молитве к нему, к своей Кратхаране, в возлюбленной сердце, как Садая, милостивая девушка. О Садай, о merciful girl. Садая means always. Садай означает всегда. Always. Всегда дающая, Говинда Махини, уточните. What means always? Always giving, it means that she always gives? She always loves them. Always caring. Она всегда любит и всегда заботится. Всегда позитивная. Мадова. Мадова жалобно умолял меня растопить лёд твоего гнева. О Садай, Мадова, pitifully, was begging me to melt the eyes of your anger. Зная, что я очень дорога тебе, как твоя служанка. Когда же эта служанка смиренно припадёт, упадёт к стопам Лолиты Саки с просьбой о помиловании Кришны? When will this dasi will fall down at the feet of Lalita Saki and will beg to forgive Krishna? Спросить Лолиту Саки о чём? Чтобы помиловать Кришну? О помиловании Кришны, да, это прям в санскрит. И вот теперь комментарий Ананта Дас Бабаджи. Комментарий Ананта Дас Бабаджи. Сначала поймите, кто просит. Кинкари? О, Кришна is begging. Нет, Кришна просит. Кто кинкари? Он просит кинкари? Сначала это поймите. Кто удачлив? Кто удачлив? И кто удачлив? Кто удачлив? Потому что она служит Радхике, поэтому это её самая благая удача. И служанка, она зафиксирована только на Радхике. Радхику называют садайе, что санскрит означает всегда. Да, и служанка перенимает эту природу своей свамини, и она всегда-всегда зафиксирована только на своей госпоже. Понятно? Да. Возможно ли это милость без манджари? Нет, невозможно. Нет, невозможно. Теперь читай, а ты поймёшь лучше этот стих или нет, скажи мне? Теперь читай дальше. Комментарий Ананта Дасбабаджи. Наслаждение Рагунатхи удивительной формой, качествами и играми Радхики продолжается без остановки. Постоянно, вот как Махарадж говорил, да, качество её садайя. Комментарий Ананта Дасбабаджи. Говорится, что духовный гнев, да, мана. Я хотел бы немножко добавить два слова, как я понял от себя, да. То есть гнев в нашими чувствами восприятия, да, он направлен как бы на меня обидели, да. То есть главный как бы получатель этого, да, результатов это лично я. Но духовный гнев, ман, он направлен на то, чтобы доставить наслаждение Кришне. Это для него. И вот здесь, это говорит о ман. И Рада Говинда, он говорит, что, как я могу понять, что в нашу жизнь, это как в нашем мире, потому что в нашу эго, мы горим, потому что кто-то сделал что-то плохое для нас. But in transcendental world, this transcendental anger, ман, it is only for pleasure of Krishna. Ман нужен для того, чтобы увеличивать вкус. Да, да. Когда мы едим одно сладкое, нам невкусно, нужно что-то солёное или кислое. Кришна wants to give the chance to the manjari that this is the highest service. So I beg to them. Manjari, I am a beggar now for the darshi of Radhika. Городев, what is the highest service? To manjari bhaf. And Krishna is begging for manjari bhaf. No, Krishna is asking to request to the manjari to please Radhika. You can make a help me to praise her. Because she is hungry now. And Krishna knows that only manjari can be gracious of his love. And he asks for them, to go to Radhika and remove her grief. It is the highest service of their manjari. Where are these chances? The whole life we beg to go to the Bakuntha, but we cannot get it. And again we have to take next life. Many lives, then we cannot reach Bakuntha. Here Supreme Lord himself comes and beg to the manjari that is that you are so lucky. Can you help you later me? People of this world and pray for the people of this world to reach Vajkundtha and pray for the people of Vajkundtha and pray for life for life in these prayers. And so they don't find a answer. But look, the same the people of Vajkundtha are praying for the same way, the same same and strong these small служitans only they can help him. Мана также является видом расы, то есть это признано авторитетами, учителями, шастрами. И в этом стихе, в этой молитве мы видим, как Рагунатха наслаждается этой расой мана, гнева духовного, ратхики. Мана является видом любовного гнева к своему возлюбленному. Наслаждение этим маном, этим гневом, оно просто величайшее, огромное, выразительное. Это сильная раса. Почему её записали в расу, в эти волны океана эмоций, что это невообразимая волна. Так, ещё раз. Можете ещё раз повторить начало? Да, наслаждение этим маном, огромное и выразительное. Потому что ман без расы невозможен. Ман без чувств невозможен. Вы можете гневаться на меня только потому, что у вас со мной есть отношения, вы меня любите, иначе вы не будете гневаться. Если у нас нет отношений, вы меня не любите, вы никогда не рассердитесь на меня. Поэтому любовь — это причина гнева. Это показывает, что значит, что есть чувство. Правда. Правда, Гуру Дэв. И vice versa, если Гуру Дэв не уничтожен на дисциплинах, то это означает, что не так глубокие отношения. Правда? Нет, это не гнев. Нет, это не гнев. Гуру учат. Я говорю, и наоборот, да, если Гуру не гневается, значит, нет он отношений. Он говорит, нет. И когда Гуру гневается, что происходит? Внутри Гуру просыпается вот эта бхава отца или матери, и он поэтому гневается. Он учит. Мама внутри Гуру говорит, ну покушай это, покушай это. Это значит, что есть чувство. Иногда ученик может разгневаться на Гуру Дэва, и он имеет на это право. Почему? Потому что у него есть чувство Гуру Дэва. Если такого нет, значит, он просто находится в пассивных отношениях с Гуру Дэвом. Шанти. Рада, Рада. Иногда Рада может обоснованно разгневаться на Кришну из-за того, что, например, он встретился с другой девушкой. То есть это один вид, да, вот гнева. Сейчас Ананта Дасбабаджи раскладывает на два вида, ну как минимум. Первый — это с причиной, то есть есть причина. Но также продолжаем. Иногда мана, вот этот духовный гнев в Радхике, может быть вообще без причин. То есть Кришна невиновен. И вот такой маленький секретик, да, от Ананта Дасбабаджи, наших ачарьев. Шри Радхика может разгневаться на Кришну без причины только лишь ради того, чтобы увеличить его стремление любви, насладиться ей. И вот здесь есть какой-то секрет из наших ачарьев, что Радхика может быть виноватой на Кришну с причиной или без причины, только потому что она хочет увеличить его уверенность to meet with her and to exchange love with her. Нет, еще одно. И within Даси, she wants to give some service to her, that she also becomes satisfied. Еще один секрет. Кришна хочет дать служение Дасе, чтобы Дасе помогла решить этот гнев и чтобы она стала очень счастливой. А счастливее Дасе, таким образом. This is the blessing. She blessed like this. Now I give you service. You are, you are thinking that I don't love you. I give this service. Now he will come to you because I am in anger. And then you deal with it. And she takes also to the materialism. How she manages Krishna. She comes influence in Krishna or she is keeping distance from Krishna at the same time. She is real. Gupi bhao manjari bhao. This is the. Yeah. Gurudev. No, Gurudev. Radhika is blessing her Dasi. Blessing Dasi at the same time. In Anang manjari bhao, she is also giving chance that how much she is reliable to me. in Anang manjari bhao. In Anang manjari bhao. In Anang manjari bhao. In Anang manjari bhao. Not influenced by Krishna. That is the gift of Krishna. I see. Ok. And here's one secret. This situation of manjari bhao, this game Radhika wants to check his servants. She sends them to the servants. They send them to the servants. They send them to the servants with Krishna. And she wants to know, how much the situation of their servants prevalece, how much their love to them prevalece. Do they fall into Krikshana? You get the what will they fall into? Yes? Jajjo? Jajjoo. 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 I.Jajjoo. Yes. You understand. You understand? There Internet has bit of azer, Повторите, если можно, последнее предложение. А, хорошо. Вот идея Махараджи, его суть. Ещё один секрет вот этой игры с маном в том, что Радика хочет проверить лояльность в своих служанках, любовь, их однонаправленность к себе. В ней возникает некая Нангаманджарибава, когда она хочет проверить, есть в Манджарии тенденция всё-таки к Кришне. И когда служанка приходит к Кришне, то это ещё и такая проверка от Радхики. Вот ещё в этой игре ещё вот такое есть значение. Скрытый смысл, да-да-да. Да. Спасибо. И говорится, вот место, которое мне очень нравится, вот эта аллегория, я не знаю, либо это Рагунатхи Гасвами, либо Ананта Дасбабаджи, вот в комментарии. Говорится, что гнев вот этот духовный, мана, мана Радхики, она подобна плотине, плотина вот на реке, которая удерживает сильный поток реки любви Кришны, который на самом деле, естественным образом, когда он летит к ней навстречу, он неуправляемый, этот поток его любви. И вот как бы накопить вот эту воду, плотина. Не переведете? Переведу, сейчас соображу. Мана служит плотиной, препятствием. Мана служит плотиной, like a stream of water, like a mountain river, which is flowing very, very fast towards Radhika. And this man, it's like a wall on this river, and keeping this river to go, to go so fast. So it's like collecting, collecting all this water. Yes, and when this wall will go, this water will flow, like more, 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 how to say, more faster. And in the prime I'll do it like to have an allegory. It's a spit, then it'll all good... to entend his own meaning. In the first Rada to this плотиной, to that to this passion, to that increase this which means 텃 sunlight in the таких оживлённых, сладостных, стремительных и освежающих старый поток его любви. И вот эту реку. А я не понимаю, то есть как эта река разделяется на маленькие ручейки? Она же сдерживается. Она натекает, но потом наверху, накопив объём воды, она начинает, знаешь, как растекаться по верху. Мелкими ручейками, то есть эмоциями, новыми эмоциями, новыми ручейками. Как бы старый поток остановлен гневом. Потому что он идёт и думает, что она всегда его будет ждать. Она его ждёт, она его дождётся, она без него не может. И вот она ставит плотину, чтобы он как бы с новыми ощущениями, с новыми эмоциями, чтобы он подошёл к ней, принял её любовь. Её любовь, её смысл не наказать его. Она хочет с ним встретиться. Рады-рады. Ага, это как обновление. Да, обновление. Да, 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 да. Ага. Окей. Горудев, и здесь Ананта Дас-Бабаджи is depicting this allegory with the river and with this wall in the river which stops the water. When Radhika is putting this wall to the stream of love of Krishna, she stops his feelings, his eagerness, because Krishna, he knows that she loves him. She is waiting for him. They will meet for sure. But she stops this feeling and when this water of his eagerness is up, 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 and at the top many, many new streams of water, it's like new and fresh streams of water of his love appears. So, this man is refreshing the love feelings of Krishna like this. Ананта Дас-Бабаджи is giving this allegory. Right. Я могу дальше картину немножко дорисовать. Можно, да? Ну, да. То есть, в царстве любви вот этот man, да, радхики, он является настолько освежающим эликсиром, говорит Ананта Дас-Бабаджи, что это просто поразит вообще любую душу, любое сознание. Поразительное чудо. And here Ананта Дас-Бабаджи is commenting that in the kingdom of love this man is like refreshing эликсир, which is astonishing. It is a wonder for all. потому потому этот гнев он обновляет любовь. This anger is refreshing love. Right. обновляет любовь юга лакишоры. Что-то Городев хотел сказать. Городев, прекрасно. Рада Говинда, продолжайте. И такое... Sorry. Yes, no English. Вам нужно выучить английский. I'm too big. Или Hindi. Я пытался учить Hindi. учу по чуть-чуть. Давайте дорисуем картину. Это еще не полная латина. Let's continue his saying. Вот эта игра, плотина и поток любви Кришны, такое обновление любви может иногда проходить, говорит Ананта Дас-Бабаджи, через нестерпимые трения вообще, да, вот. Говинда Махини, знаете, о чем это? Ну, вот это предложение я от себя добавлю. Нестерпимые трения. То есть Рада настолько входит в игру, что она начинает, потом дальше будет по тексту, да, в этом стихе. Она срывает с себя синяя царя, она выкидывает всех, выгоняет служанок, которые имеют Кришна, Кришна или Шьяма, корень в имени. Она убирает павлини перья, то есть она отыгрывает это по полной, на все миллион процентов. Она его реально ненавидит и она его выгоняет вообще с кужи. Убирайся. Так, начало предложения еще раз, пожалуйста. То есть это Рада, она как бы, да, она полностью ну, как бы в этом в гневе, то есть это полноценная эмоция, раса. И она как бы, ну, приводит, то есть Рада и Кришна, они как бы, это не шуточные дела-то. Да, я поняла, просто текст комментария вот в самом начале. Такое обновление любви Югала Кишоры может иногда проходить через нестерпимые трения между Радой Гавилией. Ага. This refreshing of love feelings between Югала Кишора sometimes it is going with intolerable this passionate anger when Радика is very, very angry. She is putting off her blue сари. She can cast away her maidservants which has dark skin or shiyama in their names. She is throwing out all peacock feathers from the kunja. She is very, very angry. It's like not something light. It's very passionate and very heavy feelings of anger. И вот эти эмоции, нестерпение, они вызывают на самом деле суть. Для чего они? Они вызывают новые, нова, нова раса, новые эмоции, прорастающие на старых лианах, сердец радхи говинды, и которые делают уставшие покрытые пылью их лица достойными снова посмотреть, но как на обновлённые, посмотреть себя друг в друга как в зеркало. И эти очень strong feelings make this refreshment. It's like on the old wines, the new sprouts of love become, yes? Like popping up these new leaves on this old wine of love. So these strong anger feelings they're just for this refreshment that Radhika and Krishna can look to each other with new eyes and refresh their loving feelings. and then our hero Dashyama he will to heroine Radhika and he will want to more more to enjoy her love and pray to her leave her to destroy the platine yes and then Shyama pitifully he falls down at the feet of his Priyaji and he eagerly wants her love and he eagerly prays that she give up her man wow it's said that the reason of this pletine this grief there will be a little bit that in Rathikyu there is no reason to grief on Krishna but for this for this who give advice to the to go to Priyaji and who give advice to Krishna to go to Priyaji and get the stop. There is no written in Can you your guess? Well, I think my love he will talk to him maybe manjiris he's saying that he's the love the love of Shyama makes him go to Radhika and catch her feet he's saying you have to see that manjiri advice very difficult only if you go and catch the feet of Radhika and she will be not she will subside her anger but Radhika also wants to see Krishna but manjiri don't making the play game between Krishna and herself that Radhika is very angry Radhika is also very interested to meet Krishna and Krishna is also very interested but manjiri is playing the game that Krishna has to come down and down and down and then go to Radhika to catch the feet Gurdew said you need to see this game to understand why Krishna coming to come to Radhika to stop Radhika really wants to meet Kriks and Kriks really want to this but manjiri to make the feelings they do this game they split very they lead Kriks to his and his he to him to для того, чтобы она оставила свой книг. Если вы видите Прагупа 10.10 в Бхагава-Гита, когда вы осознанете к Кришне, когда вы осознанете договоры, что вы оказывает Бог, вы оказывает Бог, вы оказывает Бог, то слегка и слегка и слегка наши реализации прийти. У меня нет в этом никаких сомнений, я в этом подписываюсь. И потом медленно-медленно-медленно начнут приходить вот эти самые глубокие реализации касаемо Кришны и Его отношений с Радхи. Продолжение следует, что я не делал вчера. Что надо делать? Мы просто используем. Интернет. Продолжение следует... Нужно сначала расписаться с Кришной по поводу того, что Он Господь, потому что Кришна целью не является. И только расписавшись с Ним на этой стадии божественной, вы пойдёте дальше осознавать истины глубокие о Нём и поймёте вашу конечную цель, что конечная цель — это не Кришна, что это Манжарибава. Наша Манжарибава — это цель нашей жизни. Жить в этом самоотождествовании 24 на 7. Быть в служении 24 на 7 своей Свамини и Её Кришне. Понятно? Я думаю, что понятно. Я думаю, что понятно. Когда я прочитал Гиту Прабхупада, я очень... я много вещей понял, увидел. The last word of Bhagavad Gita. You know what is the last word? To become normal, you should take shelter of the pleasure-giving potency. If you don't want to be normal, if you don't want to be normal, then not take shelter. That's a problem. Гурадев спросил, вы знаете, какие последние слова Бхагавад-гита у Шилы Прабхупада, его... ну вот последние слова, что он написал? И я вот уже слышала, да, из вас Гурадева, что это для того, чтобы стать нормальным, вам нужно принять... для того, чтобы войти в своё нормальное, естественное положение, вам нужно принять прибежище у энергии Кришны, дающей наслаждение. И Гурадев говорит, вот смотрите, хотите стать нормальными – делайте, а не хотите – как хотите. Тогда не принимайте прибежище, да, у Радхики, у энергии, дающей наслаждение. Да или... как считаете, да или нет? Я не хочу стать нормальным, они не думают... Кто не хочет стать нормальным, он не будет принимать прибежище у энергии, дарующей наслаждение, не будет о ней думать. Махараджи предлагает поспорить со всей Парампоры, да, начинает с Прабхупады. Сатху Махараджи. Другое мнение, как? Почему другое в смысле? Ну, он говорит, согласен ли я, да, спрашивает, что вот. С выводом Прабхупады в Бхагавадгите, да, конечно, я согласен. Да. 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 Да, он абсолютно согласен. Он говорит, что отношение важно, и Ману важно. это очень важно. Первый письмо. Первый письмо. Редактор 22 раз, он сказал. И Ману, он сказал. И Ману, он сказал. «Только при таком условии может состояться преданное служение, если будет вкус и будут отношения». И нужно знать, что моя сварупа – это сварупа Манжари. А сварупа ситхи – это значит жить в этой сварупе идентичности Манжари 24 часа на 7. Что же еще знать нужно? Что же еще знать нужно? Все будет очевидно. Тогда все станет ясным. Очень легко. Никто не читает этот параграф. Все 20 лет они не пытаются практикувать. Такие простые вещи, они написаны в Бхагавадгите. Но кто это читает? Кто на это обращает внимание? Даже те, кто практикует 20 лет, этого не делают, не обращают внимание на эти строки. Я считаю, что Радха Говинда будет делать это. в России. Я считаю, что Радха Говинда будет делать это. Я считаю, что Радха Говинда будет делать это в России. Это мое желание, чтобы мой Радха Говинда осознал все это, и он рассказывал об этом другим преданным и приводил преданных в это настроение. И я верю, что он это может делать, и я бы хотел, чтобы он это делал. Чтобы всегда воспевал. И чтобы больше к вам реализации приходило. Спасибо, Баба. Нет. От сейчас, если вы любите меня. От сейчас, что Гурадеев? Он должен это сделать. Он говорит, нет, не просто спасибо, а прямо с его сейчасшнего момента. Прямо сейчас вы должны начать это делать, если у вас есть любовь ко мне. Окей. Воспевать. Очень важно воспевать. Много. Правильно? Я прав, да? Да. Я стараюсь. Я потихоньку делаю, я говорил. Что я читаю таким маленьким кругом. Там два-три человека меня слушают. Ну там раз в месяц, может быть два раза в месяц. Плюс к тому, что я каждый день это делаю. Читаю. Пытаюсь осознать, обдумываю. Каждое утро, там, в три-четыре ночи. Утро. Жай. Он говорит, что, да, он пытается его лучше. Он делает каждый день. Он читает эти книги. Он восстанавливает в 3-4 часа. Он ченит. И также он говорит с привычками о этих темах. Он ченит. Все. Нет, всегда-всегда вас пивай. Окей. Чтобы больше реализации к вам приходило, больше повторяйте. Городев. Городев. Рада Говинда Прабухи is living in Siberia, you know, in Taiga, in the forest. Очень хорошо. В городе? В маленьком городе? В маленьком городе? Я сказала, что Рада Говинда Прабон живёт в тайге, где-то в Сибири, в очень таком удалённом месте, в небольшой посёлке или деревне. И Горудев говорит, без разницы, где он находится, он может притягивать к себе души, помогать им. У меня вопрос. В связи с этой плотиной, мне интересно видение Садху Махараджи, его мнение, что интересно, представляете, накапливается вот эта любовь, дамба, мана останавливает, Радхикина, вот эту волну, то есть получается река превращается, но если прорывает дамбу, то есть это подобно тут также какому-то океанской волне. И вот когда у Радхи такие же волны, то есть у него такие волны, что она вообще может остановить ход его реки. И у меня вот как бы интересен вопрос, опыт Садху Махараджи, поэтому я говорю, я как самая последняя кандидатка в Манджире, в Кинкаре. У меня есть вопрос. Когда вот эти две волны встретятся, прорвет плотину, и волна из океана Радхики, ее любви, но уже не гневная, когда они встречаются, ну то есть что произойдет там? Кто кого? Что это? То есть либо Рада утонет в его волне, либо Кришна, как всегда, он тонет в океане, вот эти химосы, Радхики. Либо это что-то третье, пусть, ну может быть, вот мне интересен опыт и как бы понимание Махараджи. То есть кто, что вообще там, какой результат? Рада-Рада. Да, вопрос интересный. Рада Говинда, he has this question connected with this lila, with man. He is asking when this wall is, how to say, is on the way of this passionate, the waves of passion of Krishna, when this wall is standing in this river, and these waves of passion becomes higher and higher and higher and goes up, 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 up. And Radhika also, she has her own waves of love, which are even bigger than these waves of Krishna. When this wall on this river is broken, when this man is broken, what will happen? Krishna will flood Radhika, or Radhika will flood Krishna. He wants your realizations, your feelings. So what is happening when this wall of man is broken? And when these two huge oceanic, these waves, they are like going on each other, what is happening? When this happens, this is the protection of all Raja-vasis. So we become Raja-vasis in the protection of Gowardhan. And we become Raja-vasis in the protection of Gowardhan. Yesterday on the Japanese Zoom was this topic, that Gowardhan is the topmost. And that is the beauty of matings in the form of Yamuna. And Raja-vasis in the protection of Raja-vasis. And Raja-vasis in the protection of Krishna. And Raja-vasis in Krishna. And Raja-vasis in Krishna. What is it? And Raja-vasis in the protection of the Tumas? What is it? That is Krishna and Raja-vasis in the protection of Raja-vasis. 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 And Raja-vasis in the protection of Raja-vasis, How they are changing love closely with the eyes. Raja-vasis in the protection of Raja-vasis. Расика-преданные всегда жаждут общения с Говардханом. Быть рядом с Говардханом, быть рядом с Емуной. И принять прибежище у них. Илья? Понятно? Да. Я каждый день обхожу Говардхан. У меня два камушка вот таких вот, ну с кулачок. И они стоят в беседке на улице. Ее можно по кругу обходить. Он у меня два Говардхана в его месте. И каждый день он скромобилит Говардхан. Говардхан. Парик тама. Гавинда Махини Можно дочитать? Вот еще конец Махарадж Я вижу, что его однонаправленность Он к манджери все склоняет Любую игру Приведет к этому Я хотел бы этот кусочек Как завершение Как Кришна идет к манджери Да, он хочет читать Комментарии Ананта Это немного Еще небольшой кусок Читайте Да, то есть По сути игры Рада там в гневе Она его выгоняет Она снимает всю одежду Она смотрит в зеркало последнее Видит черные волосы, что она не смогла Себя снять И она тогда разбивает Кидает зеркало на пол Разбивает Не хочет видеть этого Переведите, пожалуйста Она, по-моему, даже брови замазывает Черные брови Просит замазать ей белой пастой Да, сандалом она замазывает Теперь Радика Очень, очень вечно встали Она в ман Она выживает С rahat С длинного Но, наконец, она увидела Время красные волосы Она не подходит Время В азаре Она убивает Миро Также Она выживает Турклей Она не хочет видеть ничего черного, она не любит сейчас ничто черным. Все, что связано с черным, она все отвергает. Рады, рады. Продолжаем, да? Да, да, да. Сейчас что-то отключу. Гуру Дев что-то говорил, сейчас мы его попросим повторить. Гуру Дев, can you please repeat, because some breaking of internet. Она сердита на Кришну и на все, что напоминает о нем, на все темное, на все черное. И так как Шьяма не способен ублажить Радхарани, да, выходя из Кунжи, его выгнали, выгоняют. Он тихонько глазами показывает, рады, рады. Он зовет Туласи Манджери, типа на пять минут, на минуточку, и он с ней выходит вдвоем из Кунжи. Ага. И мы знаем одна, зовет он ее. Она самая-самая для свами. И поэтому Рада не сможет обказать своей любимой подруженьке-служаночке. Поэтому Кришна ее выгоняет. И тогда Кришна, Шьяма со слезами на глазах, он умоляет Рати Манджари. О, Рати Манджари, пожалуйста, ты самая близкая к ней, ты знаешь ее лучше, чем кто-либо. Сделай так, чтобы твоя госпожа снова была довольна мной. И Кришна тогда говорит, Кришна говорит, Боло, я ничего сегодня не сделал плохого. Ничего. Почему твоя госпожа на меня растет? Я клянусь тебе, ничего не было. Почему же она тогда растет? И я не знаю, что мне делать. И Кришна говорит, что же будет вообще без нее, вообще куда мне идти? Что будет со мной? Я не могу больше этого терпеть. И он прямо это в истерике. Он, знаешь, ну, то есть он сгинает. И дальше будет понятно, почему он вот в таком состоянии. Рады, рады. И Кришна, he is very, very upset. He is mad. And he is lamenting that what I will do without her, how I can live without her. He is lamenting so much. И Ананта Дазбабаджи, да, вот он комментирует этот момент. Он говорит, как же удачливы эти кинкари и манджари, эти девочки-служанки, что сама верховная личность Господа, которого ищут все веды, все йоги величайшие. Он сейчас стоит на коленях и молится со сложенными руками этой девочки кинкари и манджари. And here, Ананта Дазбабаджи is commenting, he is writing that how fortunate are these кинкарис and манджарис, because Supreme Personality of Godhead is begging with tears in his eyes, begging them to pacify his beloved. Махарадж пропал, да, опять? Не знаю. Городев, are you here? Он там. Есть, есть, Радхамуха называется. Дамодар Прабу, вы здесь, вы просто пишете в чат, и я не вижу. Задайте пока вопрос прямо сюда. Да, я по седьмому стиху вопросу. У меня два вопроса. Вы просто, подождите, подождите, вы просто писали, что вы не понимаете, что мы сейчас обсуждаем. Это у нас сейчас не рада раса суданитхи, у нас вела покусу манджили неожиданно возникла. Спасибо. Спасибо, что объяснили. Потому что я потерялся в темах. Ждал одной темы, переключились на другую. Но это тоже игры. Вопрос можно задавать уже? Сейчас Городев отключился. У вас совсем другая тема. Просто смотрите, когда… Я поняла, я просто хочу рассказать, что когда задаётся вопрос по какому-то стиху, Городев попросит прочитать этот стих целиком. То есть это будет прям отдельная, уже большая. То есть это не маленький вопрос получится, а прям большая тема опять снова. Скажите, то есть мы не седьмой стих читаем сегодня? В начале я Городеву сказала, что у нас сегодня два вопроса от вас и от Радхи Говинды. И поскольку вас в начале не было, мы решили начать с его вопроса. А его вопрос был «Повела покусу манджили». И получается, что сегодняшняя лекция у нас повела покусу манджили. А, ну тогда, наверное, перенести, получается, стоит это всё на следующий зум. Ну, рада раса суданитхи, да, у вас вопрос был? Да, рада раса суданитхи. Да, мне кажется, лучше отдельным, потому что Городев, он отвечает обстоятельно очень. А стоит ли вопрос задавать заранее вам или по ходу делать? А можно прям по ходу, да. То есть мы начнём и сразу, да, сразу по ходу задать. И скажите, во сколько начинается зум? Потому что 11 часов, я вошёл в 11, а у вас уже всё идёт. Во сколько у вас начинается всё? В 8.30 по Москве. В 8.30 по Москве? Да. Понятно. Городев, are you here? Да. Дамодар Prabhu, he joined a little bit later, so he could not catch what we are talking about, because he thought it would be 7th verse of Radha Rasa Sudanithi, and he has some questions on this verse. And I explained that now we are discussing Vilapa Kusumanjali, because Radha Govinda Prabhu, he had this question. So he is asking, when he can ask his question on Radha Rasa Sudanithi, probably the next Zoom, because it will take a long time to read this verse, right? With number, you said that somebody also read in Hindi, English to me, yes. 7th verse. That's what I will be clear. 7th verse, Gurudev. Today he can ask or the next time. Today it's 12.30, your time is okay or what? Gurudev says that if you have time to allow, then you can and now. I will say it on the left, what I will say. And your time is okay? Gurudev. My time is okay, I am with you, man. He says that I have a lot of time. What, can you and now? Gurudev. Well, let's go to the video-migru. Bukwale, na 5 minutes, na 10. And then, Damodar, it's your time. Okay? Radha Rade? Okay. Okay, okay. Radha Govinda wants to complete this Lila with man. He wants to complete this verse, this commentary of Ananta Das Babaji. Gurudev, what we will do? We will complete? We have to look at how the platina Radha Rade. Radha Rade, her man. So, we are... I think we should complete, and next time we start with verse 7. Yes, because it's different moods, right? It's different, Lila's different moods. And now we are in one subject. Yeah, предложение такое, что действительно, поскольку разные стихи, разные настроения и темы, что сегодня мы вот по этому поводу поговорим, раз мы начали обсуждать. А следующий Zoom мы начнём с 7 стиха Рада Раса Суданитхи и посвятим ему всё время. Погрузимся в него. Окей, so we are completing today's verse, 86. Окей. Заканчиваем тогда комментарий Ananta Das Babaji на 86 стих, о котором мы сегодня говорим. Окей. Да. То есть возвращаемся, да, в кунжу, где Кришна просит Рати, да, умоляет её. Устоп. Я ничего не сделал, я кляну тебе, сегодня я ничего не сделал плохого. Почему же твоя госпожа гневается на меня? И что мне делать? Я не могу этого больше терпеть, да, обращается к Кришну. We are returning to our кунж, where Кришна is lamenting with the tears in his eyes, he is saying pitifully to Rati Manjari, that, oh, I am swearing that I didn't do anything wrong. Why Swamini is anger? Why your Swamini is anger on me? And Rati Manjari, she is pitifully, she is saying to Shiam, please, stop lamenting. I will go and see what I can do for you. And when Rati Manjari is returning to Radhika inside the kунж, she is witnessing how this wave of mana in her Swamini changed to another mood, to kalahantrita mood, when the heroine is lamenting. And Radhika, she is eagerly, she eagerly wants to meet her beloved for sure. And Tulasi, she is saying to her, O Shiamadji, Shiamadji, Rada, Tвой любимый, так жалобно и милостиво, молил меня сейчас о сокровище твоей любви. Почему же ты до сих пор гневаешься на него? She is saying, O Shiamadji, your beloved, so pitifully, he was begging me about the jewel of your love. So why you are still angry on him? And Swamini, she is whispering to her manjari, Oh, you know, it's Lalita who told me to keep my anger on him. Ananda Dasbaba said that one of the names of Radharani is Lalita Bhakhti Manini. Lalita Bhakhti Manini. That is the woman who grieve on Krishna only because of her fear before her friend, Lalita. That is where it says about this name? Just? It's in the comments. Ananda Dasbaba said that one of the names of Radharani is translating as the girl who is angry because Lalita is saying so, saying to be angry on beloved. You see? Radhika not want to be angry, but they create to be angry, to show anger. You see, Radhika not wants to be angry, she doesn't want to be angry on Krishna, but everything around her is for this. Yeah, and when Radhika hears these words, she is a nice woman, we heard her, she is a sadduous woman. And she wants, of course, to meet Krishna with Krishna. And Radhika, when she is hearing these words of Tulasi Manjari about condition, pitiful condition of her beloved, she is saying to Tulasi, please go to Lalita and pacify her, ask permission from her to forgive him. Да, и наша Tulasi Manjari, да, она очень хорошо понимает, что безразличнее Lalita, Югала Кишора, да, наша возлюбленная, божественная пара, они сегодня не смогут вообще встретиться. Но она подрывала всю одежду, повыгоняла всех нафиг вообще. То есть такой гнев у нее был. And Tulasi, she can't understand that without permission of Lalita, Югала Кишора could not meet today. И тогда Tulasi бежит, да, в кунжу, соседнюю, как бы, кунжа – это шалашик. Она бежит в соседний шалашик, в кунжу, где сидит Lalita. А Lalita, она же, как бы, знаете, как старшая, она всем управляет, да, в этих кунжах. И она ее спрашивает, эту девочку, Tulasi, ты же должна, ты же самая сокровенная, ты должна быть возле Radhika. Что ты тут делаешь? И она ее спрашивает, что тебе надо, что ты тут делаешь? Lalita. And then, Tulasi is going to Lalita, to the next кунж, where Lalita is sitting. Lalita, she's senior, and she is managing everything in the forest, in these Lilas. So, when Lalita is seeing Tulasi, she's asking, oh, Tulasi, you are the, you are so close to Radhika, you should be always near her. Why are you here? Why are you here? And Tulasi, наша Tulasi Mangeri, что она делает? Она падает в стопы, прям в стопы к Lalите, и говорит при этом. And Tulasi, she's holding Lalita's feet, she's telling to her. and she's telling her, and she's telling her, oh, подруженька, Lalita, how can you sit here, after the time, how she's promised, No doubt that she's promised her. what she's promised with him? If they need to talk to Alanis, they can't meet themselves, do you want toCR, what are you doing, И Лолита тогда говорит, а что тут такого? Лолита как бы не понимает. Что случилось? И Туласи говорит Лолита, О, Лолита, как ты можешь сидеть здесь, потому что ты сказал Радика, чтобы сделать эту структуру из-за смерти на пути из-за пассионного любовь Кришна. Как ты можешь сидеть здесь, и Лолита отвечает к ней, и я не делал ничего. И тогда Туласи говорит, О, Лолиточка, подруженька, ведь они рады Говинда. Они так страшно желают увидеть друг друга. Они ради этого сюда прибежали. Они ночью не спали ради этого. И Туласи, she's saying, О, Лолита, how you cannot understand that Radika and Govinda, Radika and Mohan, they're so eager to meet each other. They didn't sleep today's night. They want to meet each other. И Туласи говорит, Я не могу, моё сердце не может терпеть их жалобный вид и их молитвы. Пожалуйста, Лолита, прикажи разрушить эту плотину, разбить этот ман, этот гнев. Прикажи, пожалуйста. И тогда Лолита приказывает и тогда наша Туласи ман... Рады, рады. Туласи манжери бежит в кунжу, радостная, литит на крыльях радости, любви, и она кричит с вами не. Лолита разрешила. Лолита сказала, больше не гневаться. Не гимана. Не гимана. И тогда Туласи, очень радостно, она возвращается к кунжу и она очень счастлива кричит. Лолита просит этого ману. Наши сваминии, я думаю, и Говинда в том числе, они расцветают от блаженства. Расцветают. И сваминии и Говинда, они так счастливы, they're flourishing with this joy. И вот так наша Туласи манжери, это комментарии Ананты Дашбабаджи, наша Туласи манжери, вот так удивительная эта девочка-служанка восстанавливает встречу прия и прия атмы, рады Говинды, рада Мохана. И здесь, в комментариях, это говорит, почему как эта манжери, как эта маленькая Даси is uniting again прия и приятамма, Радика и Мохан together. Как же благословенно эта служанка, как же благословенно ее служение, но внезапно видение исчезает, и наша Рагунат, когда с Говсами, поет, молится и плачет в памяти об удаче служения ей, да, вот в этот момент. Как благословен это служение от Манжери, как благословен это лила, но вдруг эта vision исчезает, и Рагунат исчезает, ламентом, и богословен и богословен и богословен для этого служения снова. Вот о чем Прабхупада говорил Сварупа и Сварупа Синдхи. Это духовная идентификация и нахождение в ней постоянное. Если вы хотите быть в жизни наслаждаться этими вкусами, понимать их, вам нужна Сварупа, вам нужна Сварупа, и вы должны потом достигнуть сами Сварупа Синдхи. Для того, чтобы войти во все эти духовные вкусы, наслаждаться вам не нужно заучивать тысячи шлокалей, читать множество книг, вам нужно только Сварупа и достижение Сварупы. И повторение святых имён, только это. И милость, Гуру Дэф, да? Это милость. Когда Радхарани дадут милость, это жизнь меняет. Я говорю, и милость, Гуру Дэф, он говорит, да, так это сама милость и есть, когда к вам это приходит. Тогда ваша жизнь изменится очень сильно. Гуру Дэф спросил, Нандарани, она говорит, да, я повторяю, мне это очень нравится, считаю, что все должны это делать. Гуру Дэф говорит, что да, это милость Нарайна Махараджа, он очень многое писал в книжке «Сокровенный путь преданности», вам нужно прочитать её всем. Махараджа, «Сокровенный путь» «Сокровенный путь» «Сокровенный путь» «Сокровенный путь» «Сокровенный путь» «Сокровенный путь» и довели её до конца, как сказать, завершающего, чтобы всем было понятно. Спасибо всем. Рада Мохан is saying that Gurudev, big, big thanks to you that today you revealed to us this topic and big, big thanks to Radha Govinda Prabhu that he took this topic and that we finished it, completed this scene, this lila. Oh, 20. Very nice. Кто-то позвонил. Кто-то позвонил. We have some Bhagavad Katha, seven days, up to tenth. When? You will give Bhagavad Katha? No, I am not a giver. I am a student to listen. I am a Radha Dasi. Bhagavad is a Gopi Bhav thing. So, I will listen. Many are coming to listen. Where it will be, Gurudev? In what place? Radha Mohan, in the front of Radha Mohan. Ah, in Mungeraj Mandir. Many are coming. Oh, very nice. Gurudev will give Bhagavad Katha. I said, are you going to give Bhagavad Katha? He said, no, no, I am always a student. In Mungeraj Mandir, before Radha Mohan will be performed Bhagavad Katha. Many will participate. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.